сейчас мы идем создавать мне образ для нашего ролика и где мне придется немножко перевоплотиться от переодеться для того чтобы быть не таким узнаваемым ну и в дальнейшем чтобы люди меня не узнавали поэтому сейчас мы идем фирменный магазин модных брендов и там создадим не классный образ и так идем в новый завоз отдел мужская одежда может быть да только на прохладно летний лук будет в шортах компании dpd кто-то ну понимаете отработал на доставке можно дальше продолжить бархатно-кожаный лук может быть да в таком надо будет точно за бх ехать какой-нибудь он будет примерить эти джинсы а вода нет вот мужские брюки я в таких ходил я школе правда смотрите какой он классный по качеству и он тепленький такой и сил здорово он для меня был здесь и он не ждал она пошли андрюх смотри твой стиль только на мне он будет но по-другому смотреться а у вас нет это одно макс лучше быть просто все этот уберем давай суша чё по шапкам еще есть может еще более смешная есть нет куда может ну лучше же лучше чем с бомбоном правда ну зато в стиль штанам сочетание должно быть что ты не знаешь как женщина сочетает ну не очень до вульгарно вульгарщина мне нравится что скажем он как-то вообще не в тему а этот типа общий гармонирует да 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 то есть не должно быть чтобы я прямо вообще не шарил понимаешь эти бы ну немножко у меня вкус был так ну что бомбон как тяжело определиться то мы все бомбом представляете нашел классную вещь себе буду пользоваться таким вот плащ палатка обязательно берем вот этот теплый пинжачок фирменный чумовые клёши пушка просто шапка тепленькая суши я думаю эти джинсы можно тоже взять на второе какое-нибудь видео они классно подошли отличный образ и подарок специально для андрея я возьму вот этот чудесный комбез он тепленький просто чумовой мы старались как могли выбрали максу самый лучший в мире лук это уже на 50 баксов торговался у сатре шона так дымит не 170 вот в первые 25 января а здесь 288 блях мужики я спросил что говорю чтобы пробег был оригинальный ну я брал 140 здесь же 218 забрали пусть вас обманули вы жертва это прям саморезом тогда вы вкрутили и так нравится описание без пробега прб весь в родном цвете в родной краски добрый день здравствуйте там вам звонил по поводу фольксвагена какого фольксвагена ну продаете черный фольксваген 19 года ну продаю да да здорово скажите пожалуйста он хотел с бреста приехать посмотреть его если там все окей то может забрать сразу же он у вас на транзитах не на транзитах на транзитах о супер слушайте ну не часика наверно сколько тут два с половиной три до вас ехать можно будет посмотреть его сегодня без проблем классно скую слушайте такой вопрос еще очень беспокоит а вот пробег у вас сто семьдесят две тысячи это ее оригинальный пробег недавно витебске подборщиком заказывали подборщики машину отрекомендовали все хорошо все четко проезжали портунки смотрели все смотрели пробег другого не нашли о это прям с витебска приезжали волковыск что с витебска прям приезжали вы не слышите меня грубить и подборщиком заказывали все подборщики но он хотел задармо ее купить понимаете я вру вы бы вначале процент спросили потом подборщика поплачивали подборщики то четко сказали но за 15 500 хотел купить евро сиди дома человек ну понятно а что вы сказали что-то какой-то нюанс какой-то или перебил вас я понял сужите ну трошки хоть уступите но пробег оригинальный да да хорошо а скажите еще весь в родном цвете что-то красилась не красилась бампер это не страшно все я понял все отлично я тогда выезжаю с бреста там за полчасика вам наберу как буду на подъезде добренько все до до связи не сказал что пробег же оригинальный все четко другую цифру не нашел и машина отрекомендовали но не купили потому что пытались очень много как торговать так короче я свою взял ждите меня сейчас будет очень весело круто и и красиво который будет осматривать автомобили и давать подробную информацию от продавцов которые пытаются нас обмануть бархатные тяги слушая давай чуть-чуть подвернул а здравствуйте с вами совсем надо над алтоль и смотри тут прям ржавчина пошла давай чуть-чуть возможно я да а подскажите еще она по году прям девятнадцатый до стоит да на холодную чтобы чокнуть а это на ошибки заезжали да ну да 171 тысячи смотри подтвержденный получается класс 48 но здесь вот 132 совсем чуть-чуть обычно обычно комплект это прям саморезом тогда вкрутили а там дырки на я думал здесь и здесь так тоже не 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 мы с вами просто говорили для меня важно чтобы был оригинальный пробег и чтобы по кузову ровная была у меня у друга была крашена то потом начало все ржаветь я уже знаете фольксваген и закрыть блин мне красиво и нравится вот смотри а шо она так дымит это нормально да но у меня альхамбра была туда там не было а с каким пробегом покупали ее с таким а какой там пробег ну там 170 тысяч километров проехать ну может по польше 300 на ездил здесь может быть ну вот я смотрю по капоту да вот это вот пескоструй только на бамперах это сильнее но я так смотрю решетки тут все целое такую были вот посечен да 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 вот кучу вот они все еще хуже было вот эти знаешь черты такие по спит и на ну да наш по железу вся в родне ни один элемент не крашен подаста на . много дефектов по дверям вмятины здесь обильно слушай ну мне нравится но он чтоб пробег конечно был четкий а как пробег проверить можно а можно ее подключить почитать трошки по ошибкам что добавлять ничего убавлять нельзя считайте все что хотите я тебе вчера на сюда садись вовнутрь печка уже греет наверное чуть 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 пошли не пошла чуть-чуть у панорама да мне очень хочется чтобы крыша была а можно посмотреть документы что там есть развитый как ремонтировать машины как еще не на нашим скам как пристегиваться пишут зеркало настраивать настраивать панорама это конечно хорошо светло правда классно она уже получается растаможенная все пошлины там уплачены на белорусском учете ребят вам не поставят ее ну на белорусский учет без без этого в обрыва 2 бельгийский это бельгийский да а бельгия видишь зачем даже пробега нет меня один покупает только польские машины товарищ а то есть все таки в техпаспорте девять на 18 до я пишу девятнадцатого по всем документам она девятнадцатого но по самому главному по техпаспорт уже не не самый главный это конченая белорусская документация которая что-то во втором ключе не батарейка садится ключ батарейку надо поменять будет то это уже на 50 баксов сторговался у нас дорогие только дюраселы продают оригинальный андрюха так она 18 что-то стекла смотришь те до 18 а задние девятнадцатого получается как то она могла появиться там 170 170 170 на одном пробеге да да все четко колеса спускались на этом пробеге посмотрим дымит что-то да что-то очень долго пробег нам были последние предупреждения 308 вот они ровно-ровно да еще 0 посмотри в бц срабатывание цивилизации четыре раза и это ступка до по мотору сам что она там дымит ничего не было своего этого червяка аэкапот открыл подождите вот туда вообще начало дыметь блин ну пробег точно до хорошей ну этот компьютер до алё степаныч здорово это толик слушает тут машинку себе покупаю volkswagen тяж там есть знакомые да на volkswagen а ты можешь мне посмотреть когда она там последний раз обслуживалась не обслуживалась ты говорил тетя есть такие контакты ага пиши W 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 5 минут да хорошо добре перенаберу тогда через пять минут но дворники еще хорошие смотрю кассе свеженькая слушай бляха прислал двадцать четвертом году в январе было 171 почистить счет очистили 171 1 на 25 января то все ровно получается с документом но это на в январе примут заезжала недавно приехала слушай бляха так у нее в двадцать третьем году 280 как такое может быть ошибки 23 0 3 8 ну так получается это 200 28 тоже быть не должно быть сотка было хорошо как и 23 0 3 январь февраль-март в марте но как если сейчас в доме 3 все в блоках так у нас есть тоже питал как он в дилере он говорит он все машины не смотрел когда я брал так что получается у нее пробег не это самое как такое может быть как как можно смотать чисто это когда у нее было 170 или когда 280 я не знаю каких цифр 280 я был 171 был в минске прожигали к нам отправили прожигал а это вы заезжали на себя я справку показывал а что там то там вы обнаружили что-то получается короче этот пробег непонятный блин также не должно быть не должно что делать что делать что делать сухари сушить ну надо разбираться а никаких документов у вас больше нет туда с европы ну а видите вин код и и не 170 вот в первые 25 января а здесь 288 и вот я думаю как такое может быть то что у нее сейчас по 300 получается вот он не сфотографировал с этого с компьютера получается да блях мужики я спросил что говорю чтобы пробег был оригинальный ну я здесь дели расправку показываю что ты хочешь не знаю посмотрите на салон не то салон там понятно не разбираюсь тут как бы ладно додумать потому что некрасиво как-то получается цифра такая ясно до свидания будем ехать ну куда же я же проехал столько же хочешь на бой вот прокатиться нет это жесть вообще это контент я кайфую набираем по очередному объявлению автомобиль на seattle хамбра 2018 год заявленный пробег 140000 алой юрий добрый день это звоню по сету скажите пожалуйста вот тут по описанию почитал по машинке тут вроде вопросов нету может какие-то замечания есть значит смотрите что по сету я покупал его два года назад вот было в конце ну где-то в конце я брал ее там на границе с австрией машина полностью обслужена была на сегодняшний день я поменял еще да вот значит колодки по кругу где-то полгода назад поменял она заводской краски весь есть маленькие такие цирки ручки на бампере есть маленький тирочек на сколочку таких на капоте как бы нету стекло все целое все фонари тоже парк счется я понял скажите мы просто с бреста приехали по пробегу вас 140 до 1000 час а сейчас сколько там плюс-минус супер то что надо и так входящая информация у нас в объявлении как все написано у нас все в порядке заявленный пробег 140 тысяч возможно там какие-то отклонения большие типа там 146 тысяч по кузову весь в родне что там пару царапинок каких-то незначительных классная зимняя шина комплект грм помененный но опять же у меня вопрос да почему он помененный хотя машине 140 тысяч пробега но может быть человек руководствовался не только пробегом ждем чтобы нам перезвонил его сын который покажет автомобиль так что-то красили не красили о багажник большой жаль что люка нема на пробежимся и по проверим реально вся заводской краски вас конечно погода тут холодная нас бресте дождь идет целый день по трассе тоже куча всякой гадости все гуд так а вы не сами брали масло что вы говорили что сами гнали и и а ну туда в европу да ага а грм меняли а меняли грм помпу все сухое не форсунки еще не тихо не тихо не тихо да а уже много людей вообще приезжала смотрела и и сбросим я как бы этот не особо хотел ее продавать ну я так понял в отъезде постоянно где-то да куда на полном приводе о послушаем как на холодную журшить но какой-то ролик немножко а у вас он тоже парит нет не парит щупа потому что мы смотрели у одного турана он сказал что там тоже такой был да не знаю по киловаттам не помню он не говорил а по разному здесь нет положения ну вот добром выбрас это мы сейчас говорим про не про крышку прощу не чуть-чуть парить так же как это тот больше парят это хорошо значит тот нас хотел надурить я не обращал внимание это надо подожди а как тот парил тут вообще как как паровоз резина почти хорошая а вы вообще мало есть я смотрю до тормоза уже такие при ржавели но трошки до 143 я вот ее честно сказать полгода не видел больше чем полгода ну пробег ее да да это не так что ну так киньте на этот посмотрите что это компьютер не 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 просто чтоб посмотреть покнопаешь 3 мая а а а нашу прогрелся не шут прогрелся к он да для себя таким нет просто это как бы такие машины как бы таких годов как я беру за 60 кому они у меня трое ребят пацанов растут я на велике люблю ездить рыбалка где-то активный отдых реально кто не знает это на ее пробег ну а тут тепло не родное чего там 18 и тут 17 и 17 а у нее с паспорту какой 18 год 18 так может это нормально вы сядьте туда может а нет тут вроде не не падает дамы так аккуратненько мне чтобы компьютера не намочить а ключа у вас два я думал это одно идет как бы комплектом и идет на машину не это так не работает не там же собирают я видел мне рассказывали ниггеры всякие подают какое стекло ближайшее лежит под рукой то и передали да я не знал таких нюансов всегда подбирал себе что все стекла одинаковые ну то вот и все так есть у нас ряд ошибочек на что они тут жалуются повреждение падения давления в шинах санкционированный доступ сть в этом антеннам антенна в багажном бесключевое 131 141 довольно и четко вроде 5 179 Overall сходу Смотрим блок 218 1000 Па-бам 40, 140, 216. А есть какой-то еще 216? Да, смотри-ка, не сподзянка. Видишь, какой-то... Не все дотерплено. Да, не досушили колеса. Два. О, два. Просушка. Просушку сделали. Тогда просушку. 218 тысяч. 218? 218. Но? Может быть и 300 быть, да. Так вы же говорили, что оригинальный пробег. Оригинальный. Что, получается, в Европе скрутили? Нет, не в Европе скрутили. А где вы, получается? Нет, я ее забрал у людей. Привез это. Ну, я брал с таким вот. Ну, вот мы полгода ездим, больше полгода. Она не берет нас, а ни грамма нет. В смысле полгода? Вы же мне сказали, что вы сами пригоняли. Ее два года почти ездите. Я как бы этот... Ну, я сказал себе, ну, я ее... Человеку пригинал вот, вот, как, березу, вольву. А мне за счет забрало эту машину. Ну, на ней полгода катались. Нет, смотрите. Я вам позвонил. Вы мне сказали, что... Получается... Говорить надо что-то. Что? Говорить надо что-то. Еду не издалека. Я вас ждал час целый. Но вы бы поехали, мы бы уже дома были. Нет, это, например, что вы сказали 218, это я сразу... Это для вас, а это для меня. Нет, нет, нет. Я говорю, что для меня это я-то не знал точно. Нет, ну, блин, ну, если бы вы были не уверены... Я у вас просто два раза... Для меня пробег был самый основной момент. Вы бы сказали бы, что... Ну, по пробегу есть сомнения, к примеру. Я не... Просто так сложилось, что вы сказали, что я поехал в Европу, я ее там купил. Это с ваших слов. Ну... И потом вы говорили, что я приехал, на ней ездил. Все. То есть здесь как бы в цепочке вроде никого нет. Я привык доверять людям, я всем верю. Если бы вы сказали, что я покупал там какого-то левого человека, и вообще здесь поездил полгода, ну, тогда бы у меня были бы закрали сомнения. Я машину продал, забрал ее за счет. Ну, если бы, например, я знал, что здесь... Ну, здесь в Беларуси же вы ее купили. А вы мне сказали, что вы ее с Европы пригнали. Смотрите, я вам объясню, что значит. Если бы я, например, точно знал, что здесь 218, я посмотрел по салону, по всему, мне как бы... Она четкая, она хорошая, но... Смотрите, я... Если бы знал, да, у меня здесь есть человек, который занимается. Я убрал бы все, и никто не нашел бы. Ни вы не нашли бы. Это я, ну, сто процентов... Мы же говорим сейчас не то, что нашел бы я или не нашел. Шину с пробегом 140 и ездить на ней. А не купить с пробегом 220 и чтобы она начала там что-то ломаться в ней, правильно? Она у меня сто процентов ничего не будет. Ну, 200 тысяч подшипники начинают лететь, элементы подвески. А 140 я до 200 езжу, и там ничего не ломается. А мне отъездить эти 60 тысяч, это как раз там три года. Шесть, для меня шесть. Ну, для тебя шесть, но я езжу побольше, и все, и получается, что? Я не знаю, как можно, шесть тысяч езжить, все. Не, тогда закрываем это, вопрос это просто... Вопрос закрываем, просто, ну, сама ситуация абсурдная. Я знаю, что я знал, что на ней там 220, я бы давно там все убрал бы и... Надо разговоров не... Узнаете, убирайте. Так, а почему вы наоборот бы не поставили оригинальный пробег? Вот, 220? Да. Ну, сейчас вы знаете. Я посмотрел на этом на Кабай, забил, ее нигде нету. Не нашел. А, то есть вы ее проверяли везде? Приехал, уехал. Я сегодня тут два дня здесь, на этот въеду в четвертую снова, вернусь через месяц. Через, да, там через три недели, вот что у меня было. Тут есть человек, который занимается уже 50-летней с ним работой, я уберу. Здесь будет 140, сколько там, 143 дня. Здесь 218, так поставьте 218. Я брал 140. Ну, здесь же 218. Минимум, минимум, да. Минимум, 218. Ну, поставьте 218, а цифра, которая есть. Ну, просто, а для чего мы ждали вот там вас полтора часа? Я, по поводу этого, как и у вас. Не, я к тому, что в будущем будет точно так же. Человек приедет, вы скажете, ну, 140. Я, например, не сходил, потому что мне как бы неинтересно было. Я говорю, я сел, поехал. Но если она где-то в базах есть еще? Ну, нету нигде в базе. Так, понимаете, суть же не в том, чтобы найдет, не найдет. Суть же в правде. Знаете, как в фильме «Брат 2», смотрели же. В чем сила? Сила же в правде. Это, что ли, каким-то обменом занимаетесь или что? Ну, я как бы больше живу в Германии. А зачем вам тогда здесь машины эти так обмениваются? А? Ну, я просто... Да я понял, у вас... Да, вот сейчас у меня... Люди заказали, они их продавали. Я посмотрел, она нормальная машина. Я забил на Каба, и нигде нету этого, как у пробега не было. Ага. Вот. Там кинули простой этот мобильник. Ну, вроде все показало нормально. Все, забрали. То есть вас обманули, вы жертва? Ай, мне какая разница. Ой, как жертва, ну... Я думаю, что там, ну... Или они отмотали, или кто-то там, может, лабусы отмотали. Может, кто, понимаешь? Если я... Ну, мне сказать... Ну, кто-то, но не вы. Я не отматывал вообще. Зачем мне-то надо? Понятно. У меня вот 170 стоит на Куге сейчас. Ну, я ее выставил. То же самое. Но он целый вообще нет. Тоже ни на элемент накрашенного нет. Ну, вот. Дома стоит XC60 тоже. 140 пробега, 20-й год. Она... Ни одного элемента. Просто у меня дети живут в Германии. И я живу там... XC60 вы не отдали. Она у вас еще есть. Кого? Ольва. Еще одна есть. Еще одна стоит. А, уху! Ничего себе у вас машина. Все понятно. Вы, наверное, перекупщик какой-то. Ну, это неправильно сказать. Перегонщик? Я... У меня оформлено... Гузоперевозки и перегон автомобиля. Я занимаюсь как я. А, перегонщик, значит. Да, да, да. А в свое время я был декларантом. И, как бы, когда вы еще были в школу, может, ходили... Да сопляками были, стопудово. Мы в Мариновке... Просто обидно, что такой взрослый мужчина, состоявшийся, ну, вот такие вещи придумывать. Ну, вы будете знать за то, что сейчас там 200... Сколько? 220. Ну, я просто загоню туда, скажу, сыну, чтобы загнал. Мы... Я почему не грузился, потому что... А загнал для чего? А? Загнал для чего? Что поставил 140 человек, да и все будет. Кто-то приедет за... А если потом приедет и проверят опять? А сколько стоит поставить 140? А я не знаю, да. По всем блокам? Не знаю. Ну, примерно. Ну, вообще, район цен. Я думаю, может... Ну, таких 100 американских будет стоить. Так и в итоге вы что, поставите 140 сейчас в ней, да? Да, обновлю, конечно. Так это же неправильно. Нет, правда, не по-людски. Ну, что ли, поехали. Ладно, мы поедем, пока не стемнело. Ну, зашли вам. Да, и вам. Короче, друзья, что хочется сказать. Очередной раз убеждаюсь, имея большой опыт работы в сфере автоподбора, что люди врут не то, что до последнего. Вот как в именитых роликах там красавица держалась до последнего, так и перекупы, они дубасят до последнего. Вот, честное слово. Сейчас, секундочку. Микрофон. Прошло и хотя бы до конца. Типа, они даже, даже прошлое какое-то сомнение. Да, здесь, смотри аккуратно, машина. Здесь человек вот уже был пойман. Он вроде бы такой не удивился нифига, согласись, да? Подожди, ну, подожди, он уже был распойман, да, я так понимаю? Эту машину проверяли, он уже был пойман. Не, 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 он там какой-то, то есть, ну, первое началось с того, что вся история его о том, что он ее пригнал с Европы, оказалась ложью. И он, в итоге, я говорю, так а зачем вы мне это говорите? Он говорит, ну, что-то же надо было говорить. То есть, вы понимаете, что-то же надо было говорить. То есть, человек, когда хочет продать автомобиль, а в итоге потом и вскрылось, что он, оказывается, и перевозками, и перегонами занимается. Говорит, я не перекупщик, я просто перегонщик. И взял вообще Volvo взамен, в зачет, а еще у меня одна Volvo есть. Ну, то есть, человек уже даже не стесняется рассказать, что опыт продажи автомобиля у него такой, что он вам тут готов и Volvo XC60 продать, и этот же Alhambra забирайте. А то, что пробег 140, ну, значит, плоховато скрутили. У меня есть тут один дружок, который занимается скруткой, он скрутит чисто. Я говорю, слушайте, так надо скрутить, ну, скрутить в оригинальную цифру, в 218. А он говорит, нет, ну, а зачем? Кто-то же приедет, купит и вот так устроится. Она по салону классно сохранилась, по кузову четко. То есть, у него даже нету совести, когда его споймали, и объясняют человеку, что, ну, слушай, есть же правда. Ну, у человека как бы нету вообще никаких эмоций, понятия, наверное. Он начал нас потом, да, так тихонько решил нас задеть, что, типа, мы тут такие, типа, малые соплики, говорит, да я гонял машины, когда вы, наверное, еще в школу ходили, да, как-то так тонко проскользнуло. Но в итоге я говорю, слушайте, так обидно, что такой взрослый состоявшийся мужчина вроде бы пытается, ну, людей обмануть, и вот в том числе нас. Для чего? Поставьте правильную цифру. Но он вообще ни разу не готов как бы идти, и правда ему не нужна. Ему надо продать машину и заработать денег. Вот так вот. Поэтому будьте обязательно бдительны до самого последнего. Какую бы вам красивую, классную историю не рассказывал продавец, всегда оставляйте мысль о том, что он может вас обманывать.